В школах и детских садах республики государственно-частное партнерство пока представлено лишь в нескольких направлениях. Это общественные советы, где родители решают текущие проблемы, передача услуг на аутсорсинг и строительство объектов предпринимателями. На совете отметили, что такое партнерство в среднем профессиональном образовании представлено слабо. Новая модель подготовки кадров предполагает расширение частного государственного партнерства. Вот здесь как раз необходима, конечно, роль и государства, и именно предприятий промышленных. Но, к сожалению, некоторые крупные предприятия наши перешли в крупные холдинги и так далее, и не имеют возможности финансирование именно продавательной структуры и частного партнерства. В свою очередь руководители крупных промышленных предприятий республики обвинили школы в подготовке только так называемых «белых воротничков». В вузах технические специальности не очень популярны, тем самым уничтожается техническая элита. Между тем, именно малые инновационные предприятия при университетах разрабатывают и внедряют передовые технологии. Глава Бурятии призвала ученых республики делать акцент на развитии прикладной науки, чтобы разработки МИП были востребованы и сразу же внедрялись в производство. Эта наука должна подсказать у нас, где мы должны сделать прорыв, где мы конкурентно способны, где наша наука конкурентно способна, где мы можем новации применить, инновационные виды товаров сделаны. Вот это давайте соберем, и мы какое-то отдельное, может быть, следующее даже совещание посвятим тому, чтобы рассмотреть потенциал республики Бурятия по созданию вот таких вот инновационных пластеров. Тем более, что в Бурятии для этого созданы очень благоприятные условия. Любое предприятие, которое инвестирует в производство более 150 миллионов, освобождено от уплаты почти всех налогов на 10 лет. Сергей Соголов, Екатерина Капустина, Новости дня.